Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. На Острове Любви участницы второго сезона всё так же не хотят делать шоу. Алиса Огородова рассказывает, девочки не хотят ничего делать, им это неинтересно, им не нужны ни наши парни, не мы. Второй сезон Острова Любви разочаровывает зрителей. И, видимо, из-за падения рейтингов, Бородина на лобном раскритиковала участниц. Она пригрозила отправить их домой, если девушки не начнут проявлять себя. Плюс к тому, что участниц второго сезона прессуют со всех сторон и требуют от них активности, они ещё и заболели. Артур Раднер передумал строить отношения с Александрой Сергеевой. Он предложил Лизе Кордобовской стать парой. Лиза согласилась с одним условием, если с его комнаты съедет Саша. А Сергеева продолжает удивлять фанатов. Сначала она шокировала с жалобой в микроблоге. Она написала, что ей не дают подбухивать. А на днях фанаты нашли снимки из её личной жизни. В кадре девушка играет с фалоимитатором, а её рот в это время запкнут кляпом. Зрители сочли её слишком распущенной для 19 лет. А на поляне Денис Баранов и Майя Донцова поняли, что у них есть чувства друг к другу. Ребята объявили себя парой. Редакция сайта Дома-2 рассказала о том, что у Вани Барзикова и Иры Пинчук проблемы в постели. Якобы Ваня откровенно рассказал девочкам в женской спальне, что Ира слишком зажата и не даёт ему эмоций. Интимные отношения у них редкие, холодные и скучные. Также на сайте рассказали о потасовке между Димой Дмитренко и Ольгой Рапунцель. Она произошла из-за того, что Дима ошибся, а он заказал билеты во Владивосток не на ноябрь, а на декабрь. После этого конфликта Ксения Бородина отправила Диму в изолятор. Саша Гозиас рассказала, что их отпуск с Костей Ивановым получился удачным. «Мы счастливы», – пишет Гозиас, – «и думаем о семье. Мы ни разу не поругались». Ольга Жемчугова продолжает обустраиваться за периметром, она скоро отдаёт своего сына Мишу в детский сад. Недавно покинувшие Сейшелы сестры Качкаровой рассказали о том, что происходит на острове. Их видеотрансляция длилась больше часа, и они рассказали много интересного. Все участники «Дома-2» – это люди со сломанной психикой. Они зажаты, забиты, не имеют своего слова. В нормальной жизни такие люди ничего не могут добиться. Бородина девушкам показалась очень агрессивным человеком, а Ольга Бузова, наоборот, очень доброй и отзывчивой. Организаторы заставляют всех плясать под свою дудку. Они намекают, что нужно делать. Там остались люди, которые готовы на всё – спать перед камерами, ругаться и драться даже со своими друзьями. Сёстры сказали, что Бурханов – это полный неадекват со звездой во лбу. Костя Иванов – мерзкий и ужасный тип. Девушки посоветовали не попадать на «Дом-2», потому что там люди становятся марионетками. После того, как девушек прогнали с проекта, им сказали вернуть деньги за билеты туда и обратно. А также с них требуют штраф 50 тысяч. Две мамочки Африкантова и Гобозова посетили студию маникюра Марины, которую якобы подарил ей Андрей Чуев. Но совсем недавно сама Татьяна Владимировна в видеотрансляции рассказывала, что это заведение дочери не принадлежит. У него есть истинные владельцы, а Марина и Андрей всего лишь заключили договор на рекламу. На этом всё. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры «Дома-2» на канале ТНТ.